События войны глазами очевидца. В поезде музея Новосибирского метро обновили экспозицию. Новый тематический вагон, собрание работ новосибирского художника Вениамина Чабанова, ветерана Великой Отечественной. Екатерина Стывкопа бывала на открытии. Со стен вагона музея смотрят советские солдаты. Освобождение Москвы, подвиг Александра Матросова. Никакого художественного вымысла. Картины, иллюстрации реальных событий. Вениамин Карпович Чабанов в 1944 году был командиром стрелкового взвода 1-го Украинского фронта. И что такое война, знает не понаслышке. Есть работы, которые не оставляют равнодушно вообще, когда на них смотришь, и вот эти эмоции, они просто порой захлёстывают. Вот мы постарались выбирать именно такие работы. Многожанровые, многофигурные, многодельные. Показать войну через человека. Экспозицию планировали открыть к юбилею Великой Победы, но помешала пандемия. В итоге приурочили к 95-летию художника. В экспозиции шесть десятков работ. В подборе картин участвовал и сам автор. Художник откликается на все современные события, происходящие сегодня в мире и в России. Поэтому появились картины его, посвященные Афганистану, чеченским событиям. Конечно, прекрасные линогравюры создают. Мы и эту сторону его творчества показали. То есть полноценно мы его показали. Возле каждой работы краткое описание. Авторы проекта считают, поездка в таком вагоне для горожан – это возможность провести время с пользой. Ведь вместо рекламы – экскурс в историю. Это зацепка. Появился какой-то изначальный интерес. А потом люди сами выйдут, дойдут до музея, откроют страничку в интернете. Мне бы хотелось, чтобы вся площадь наших вагонов была отведена под ту самую социальную рекламу, где мы могли бы познакомить наших горожан, открыть для них новые имена людей искусства, людей труда. Поезд-музей курсирует по новосибирской подземке около десяти лет. Тематика вагонов меняется постоянно. Это уже 47-я экспозиция по счету. И сейчас поезд отправится в путь. Новосибирцы примерно полгода смогут рассматривать картины великого художника и вспоминать о событиях военных лет. Екатерина Стывко, Алексей Зубила. Новости ОТС.